Новости на Дону Причина в регулярном открывании дверей. По его словам, иногда кондиционеры просто не справляются. Когда он идет до города Ростова на Дону, естественно, температура достаточно комфортная. Если он по городу идет и возле каждой остановки открывает двери для посадки и выставки пассажиров, то, естественно, от ожидаемого такого эффекта, что вы зашли и сразу почувствовали прохладу, наверное, не получите. Глава Минтранса также напомнил, что ростовчане, которые убедятся в том, что кондиционеры в автобусах все-таки не работают, могут попросить водителей включить их. В случае конфликта любой житель города может обратиться в транспортную компанию или городской департамент автодорог. В числе прочего, Андрей Иванов призвал на время чемпионата воздержаться от поезда к наличным транспорте в центр города и на левый берег Дона. По его словам, для этого в Ростове созданы все условия. Например, в день первого матча «Шаттл С-1» перевез в обе стороны более 18 тысяч человек. Перехватывающая парковка в старом аэропорту является наилучшим решением для того, чтобы избежать проблем с транспортом. Возможность передвижения на автобусах-шаттлах также рекомендуется. Мы отметили некоторую напряженность и нам пришлось вмешиваться в эту ситуацию в районе Мегамага. То есть количество парковочных мест там ограничено. Вместимость парковки у старого аэропорта увеличена до 10 тысяч мест, подчеркнул глава ведомства. Однако после чемпионата она работать не будет. Возможно, к ее использованию будут прибегать во время проведения массовых мероприятий в Левобережном парке или на стадионе. Тем временем болельщики из Швейцарии перепутали Ростов-на-Дону с Ростовом-Великим. Они находились на улице Селиваново. В Донской столице искали отель, который забронировали для проживания. Переводчик службы 112 выяснил, что запутавшись в сложностях перевода русских географических названий, иностранцы зарезервировали отель в Ростове-Великом. Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при заселении. Добавлю, всего 17 июня в службу 112 поступило 7 794 вызова. Шесть из них были связаны с проведением в Донской столице матча Чемпионата мира по футболу. Серьезных ЧАЭС и происшествий не зафиксировано. А Ростов вошел в первую пятерку городов по числу зрителей матча Чемпионата мира. Более 67 тысяч фанатов футбола посетили фестиваль болельщиков FIFA в Донской столице в день матча между Бразилией и Швейцарией. Эта статистика за весь день одновременно и безопасно в фан-зоне могли находиться только более 22 тысяч человек. На стадионе тем временем игру смотрели больше 43 тысяч зрителей. А фан-зона работала по ситуации. Вход то закрывали, то открывали в зависимости от того, как наполнялось пространство. Игра закончилась со счетом 1-1 и прошла без происшествий. А сыграть в ничью с бразильцами швейцарцам помогло присутствие на Ростов-арене своего президента. Он специально прилетел в Ростов поддержать национальную сборную. А перед игрой Ален Берсе встретился с Василием Голубевым. Стороны обсудили результаты сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах. Василий Голубев отметил, что между Швейцарией и Ростовской областью хорошая динамика товарооборота. Немало компаний, которые активно присутствуют на Дону. Начиная с 2013 года, у нас контакты были достаточно регулярными. Представители наших бизнес-миссий были в Швейцарии. И наоборот, бизнесмены из Швейцарии были здесь. В процессе постоянного развития бизнесмены взаимодействуют между собой. Задача правительства, экономического блока правительства области состоит в том, чтобы создавать все эти условия. Также стороны отметили хорошие связи между университетами. Донские вузы активно работают со швейцарскими по различным программам обмена студентами. После матча футболисты пообщались с журналистами. По словам вратаря швейцарцев Яна Зомера, ничья в игре с бразильцами повысила дух его команды. Главный тренер сборной Бразилии сравнил газон Ростов-Арины с ковром, на котором было приятно играть. Что касается города в целом, то согласно опросу don24.ru, иностранцы в большинстве своем отмечают обилие дорогих машин и красивых девушек. Корреспонденты FM на ДНУ также узнали, что думают о Ростове иностранные туристы. Это ваш первый визит в Россию? Первый, да. Вы впечатлены? Мы очень впечатлены, очень. Это красивая страна, люди очень добрые. Мы очарованы ими. Для нас удовольствие быть в России. Это мой первый визит в Россию. Я счастлив быть здесь. Это очень красивая страна, красивый город. Я рад, что вы встречаете нас с распростертыми объятиями. Здесь красивые здания, очень приветливые люди. Я рад, что мне выпал шанс посетить Ростов. Люди здесь очень милые. Мы сегодня были на острове, ходили в поход. А там люди были. Они прямо к нам подошли и принесли жареное на костре мясо. Несут мясо, а на нем табличка. Это для вас. Здесь русские очень милые. И русские очень милые. Следующий матч на ростовском стадионе пройдет уже в среду, 20 июня. На поле встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая. Это были новости ФМН Дану. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. И о погоде. Категория 12+. И о маленькой погоде. В хуторе Несмеяновка, что в Мартыновском районе Ростовской области, ночью ясно и без осадков. На термометре от плюс 19 до плюс 16 градусов. Ветер северо-восточный 2,5 метра в секунду.